Вчера я был в патриархии, по строительству, и у меня была интересная встреча. Ну вот желательно ее на магнитофон, не надо ее на магнитофон, это не надо разглашать, не давайте повода, ищущим повода. Вот там серьезный вопрос у нас. Ты этот магнитофон пока отключи. На время. Я не стыжусь, но это лучше для дела будет. Так, давай, что конкретно, я посмотрю. Что именно у тебя? Да, ну там я встретился с секретарем патриархии, там было, в общем, случилось серьезное дело, это не со мной, но там случилось, я не хочу говорить ее в эфир, понимаешь? Обожди, давай сразу договоримся. Да. Мне сразу это не подходит. Ты говори то, что положено, и все люди знают. А зачем мне тайны-то ты начинаешь? Еще не говори. Нет, нет, не тайна, но чтобы, значит, имя Божие не поносилось. Так как имя Божие может поноситься, когда мы правду говорим-то, ты что говоришь, дорогой мой? Оно наоборот прославляется. А когда мы начинаем что-то таить... Ну хорошо, я тогда, в общем, я встретился, да, и вот у нас там, ну, ответственные, что должны говорить, значит, у нас случилось, что двух священников арестовали. Ну вот, и, значит, он не сказал за что. Но потом они там, люди узнали, что за наркотики арестовали. Вот у меня, вот чтобы именно по канонам, по писанию, какое им наказание положено? Вот, вот это такой вопрос. Ну, наркотиков тогда не было конкретно. Какое наказание? Это как убийство, как грех-убийство. Это же, нельзя это причислить? Не знаю. Ты внезапно на меня свалился, неожиданно, я не молился об этом, я отвечать на этот вопрос не могу. Я помолюсь, если тогда ответ будет от Бога, я отвечу. А так не могу я отвечать. Это может неправда быть. Убивают, видишь, сейчас это распространено, и у нас тоже. И это большой соблазн для людей. Я уже говорю, что надеются только на церковь, а в церкви такое случилось. Отец Наум, а какая в этом тайна? Когда гомосексуализм свирепствует, голубые, Аднерей Кураев об этом говорит. Какую тайну-то делаете, когда весь мир об этом знает? И ворует, и священник пьяно задавил людей. Это все выстроено в эфире. И что патриарх торговал водкой и табаком, миллиарды наживали. Какая тайна, когда это все известно? Не надо тайны никакой. Это уже знают судья и люди знают, что тут нарочно играть в тайну-то. Ты скажи, как теперь из этого положения выходить? Если это доказано, они должны быть извергнуты из сана. И все на этом кончено. Да, их сняли из сана. Все, остальное дальше не заботься. Если на это у вас власть, власть государственная, и она разберется. Не ломай голову над этими глупостями. Они уже не церковные люди. Вор не наследует царствие Божие. Нам этого мало. Только бы не пострадал, как вор или посягающий на чужое, апостол Петр говорит. Вот и все. Больше на эту тему не разговариваем. Это нас уже не касает. Это люди за пределами церкви. И нам об них не надо говорить. Мы говорим о тех, которые хотят слышать. Они слышали, и они стали позорищем, попираемым. Но это их участь, они ее избрали. Все. Церковь расправилась, загладила. Теперь ничего церковь не несет. Это гнилые члены отрезала церковь. Все нормально. У нас был священник, отец Олег. И он сидел за мужеложество. А в то время судили очень строго. Он отсидел и вернулся. Так что интересно, дети, которые даже не знают, за что он сидел-то. Он идет у него на улицу и кидает грязью камнями. Он говорит, мне так и надо, так и надо. Но потом он пришел, принес книжки. И в церковной старушке положил, мне они не нужны, книжки-то. Пошел и задавился. Ну и что? Что нам теперь судить-то? Дальше один юноша, ну назовем его Евгений. Он со мной знакомый, переписывается с Украины. У нас хорошие отношения. В церковь стал ходить. Но отслужил в армии, кажется, уже. Пришел, его проталкивает вперед, чтобы ее в руку положили. И он узнал, будто бы, я сам-то это не видел, по словам его. Сказал, если ты с Игнатием будешь переписывать сознаться, а тогда мы переписывали с письмами, то тебе как ушей своих не видать, священца-то. И он со мной прекратил всякую связь. А обязан был самой жизнью. Дальше он поставлен был священником, научился пить. И приходил своим прихожанам, это большое село, он падал во дворе и просил, дайте похмелиться. И чем закончилось? Он упал в колодец и утонул. Так таких-то сколько? Разве это Игнатий виноват-то? Нашли, говорит, корень зла во мне. Сейчас мне один священник и говорит, вас многие не хотят даже слушать. Я говорю, а за что? А потому что вы одобряете и хвалите Бандеру Степана Андреевича. Я хвалю, а где вы это нашли? Ну вот прихожанка, он ее письмо скопировал и мне послал. Я говорю, об этом не говорил и не думал даже, я не могу поощрять убийство. Да, я говорил, что если бы я не обратился к Богу, он был более справедливее, чем другие, я бы пристал к нему. Я пристал бы к террористам у Джохара Дудаева. Пристал бы к Бандере, чтобы коммунистам отомстить за то, что они сделали с моей родиной. Ну это большая разница, или я сейчас одобряю, что на Украине бандеровцы делают, убивают. Да вы в уме или нет? А вы сказали мне, что если я по Украине поеду, я скажу, я Бандеру, если меня пропустят. Я сказал, да, я сказал, но сказал не так. Я сказал, что если бы я поехал по той западной Украине, где бандеровцы там, бандеровцы-то преследуют других-то. Я говорю, меня бы они не тронули. Почему? У меня свидетельство, что я репрессированный был советской властью. У меня документ есть. Они увидели бы, что я не враг Украине. Не враг. Я от коммунистов пострадал. Меня 26 лет психиатрия мучила. Я сидел в тюрьмах, в лагере смерти. И они, эти люди, которые бьются за советскую-то власть. А я был бы бандеровцем, если бы я ко Христу-то не пришел. Но сегодня у меня документ, что я страдал как верующий. И они увидели бы, что я не коммунист. Что я не за то, чтобы отхватить кусок от Украины. И они меня бы пропустили. Я говорю, вот такие слова я говорил. Но это большая разница. Я сказал, я бандеровец. Еще лучше. Я христианин. И не просто христианин, а православный. Притом во всей красоте православия. Чтоб соблюдали каноны. Понимаешь, лжицы, я говорю, этот Ездра, третья книга, говорит. Итак, Ездра, пустым пустое, а полным полное. Я говорю, им ядовитую желчь, некуда сплевывать. Они ищут пустые сосуды. А что они найдут-то? Причем тут я таим отвечать за эти слова. А кто это говорит, я их не знаю. У нас одна была тут из сектантов, пришла в православие. И она стала ходить в церковь и говорит, ну, до того неохота. Вот тут такой священник, и там что-то какие-то за ним нелады. Я говорю, ну, ты ездишь в другое место, там же есть. Ну, вот она в Донецке. И они там спрятались в монастыре. Я, говорит, теперь постигаю монашескую жизнь. А у ней муж, дети есть. Но муж, говорит, мой с этими ополщенцами, которые были еще раньше, он участвовал, говорит. А как участвовал? Он врач. Он обязан спасать. Он перевязывал их. А те, которые приходят, стреляют и их, что ты помогал. Но про это я не знаю. И она сегодня мне письмо прислала. Молитесь. Ждем смерти. Ее звать Елена. Елена звать. И она в монастыре прислала мне ролики, там монастырское пение везде. Она хорошая женщина. Она говорит, я раньше переходила от баптистов к адвентистам и везде принимала крещение. Я говорю, а ты и не крещеная еще? Ты где крестилась-то? Чтобы правильно креститься, ты должна обратиться, прийти в церковь к Христову. И она пришла. Елена. Так что помяни ее у престола Божия. Она находится в Донецке. Находится в очень трудных обстоятельствах. Помянем. Ну вот и все. Никакой тайны у тебя здесь нет. Это общенародно известно. Что они творят. Так, не надо больше никогда. Если у тебя тайна, ты просто ко мне в эфир не выходи. А то начинают ко мне под язык залазить. Я не люблю это. Не люблю, потому что у меня голова есть. Я определяю. Никакого вреда тебе в этом нет. Это все знают. А если тайна, ты молчи, молись. Мне это не надо. Загружать меня глупостями. Ну, вообще, чтобы, ну, допустим, там уже журналистам ответить, вот по описанию, что... По описанию им ответь. Что эти люди вне церковные. Апостол Петр говорит, открой заряди и посмотри, как он говорит. Только бы не пострадал кто из вас, как вор или злодей, запитая, или посягающий на чужое. Он посягнул на здоровье детей с наркотиками. На их жизнь. Он достоин смерти. Его предали бы смерти и в Пакистане, где запрещены наркотики. Мусульмане отрезали бы ему голову за это. В Китае расстреляли бы его. Какой это верующий, тем более священник. Чего это скрывать-то? Наоборот, надо показать, чтобы ему люди не походили. Это дикий волчара. Это волк. Дикий, люкий волк. Ну, куча, они без права восстановления, без покаяния. Конечно, всегда. И больше о них не рассуждают. Но молиться ты за них можешь, потому что они еще живые. Вот и все. Я этот ролик выставлю. Потому что хорошее, что ты скорбишь, ты печалишься. Это положительно. Мы этим самым покажем, что не все такие священники. А есть вот такие, которые ратуют об этом. Хотят прикрыть эту гниль. Но не удастся это. Пускай все знают. И мы этого не боимся. Апостолы не боялись сказать, как Давид. А не будут люди псалтыр считать? Он блудник? Он убийца? Ничего подобного. Наоборот, мы считаем, помилуй на Божье. Да, отец. Там еще их отправили в монастырь для покаяния. А, хорошо. Хорошо. Пускай они там только монахов не научат на нашу садиться. Да. Хорошо. Я это передам. Ты передай. Скажи, вор Сарси Божий не наследует. Вы украли у родителей детей. Кому распространяли. А наркотики наберут в основном молодежь. Это уничтожение нации. Грузинская нация не так и велика, чтобы ее уничтожать. Да. В Китае 2 миллиарда с половиной уже насчитывается. И они боятся как бы не потерять ребенка. И расстреливают наркоманов этих. Наркодельцов. Не на себе. Вы действительно убийцы. А убийца отлучается на 18 лет. Но так как два наказания за одно нет, церковное правило их не может наказать. Вот он сейчас попался. А в это время узнали, что он мужеложник. Скотоложник. И его исключили. Но он может в этот же день причаститься. Он не отлучается от причастия. А почему? А потому, говорит. Если Мирянина за это отлучает даже на 20 лет, через 20 лет он может вернуться в свое состояние. Какой ты был. А он никогда уже не вернется. Вот как Василий Великий объясняет. С него сам снят навсегда. Но один вопрос. Действительно ли это так? А может они оклеветаны? Надо поговорить с ними. И поговорить с ними, чтобы они не отчаялись. Скажи, как глубоко бы ты ни пал, ты имеешь возможность встать. Раскаяться перед народом, перед родителями, перед патриархом. Но главное, это, конечно, перед Господом Богом и Еговой. Перед Христом Спасителем. Чтобы Дух Святой коснулся их. Этого не надо бояться. Святые никогда не боялись, пророки обличали. Израиль ушел от Бога. Христос не боялся сказать, я пришел к погибшим вовцам Израиля. А погибший вовц это скотомогильник. Скотомогильник. И ничего особенного нет. Люди приходили, он видел людей, нету змеи, порождение, хинина. Вот и все. А вот что, они не могут, значит, быть восстановлены. Никогда. Да, нет. Нет, нет, ну да. Вот это место, место нужно, основание. Какое? Это и так понятно? Ну так, вот, да. Снимается сам, сам снимается, он извергается. И все на этом конец. Не вор. Вор просто украл корову, отущается на два года. Нет, значит, сам снимается за то, что он вот украл детей. Да, украл детей и отравлял. Убил соблазны. Самый настоящий убийца. Человек, который курит, у себя отнимает от 12 до 20 лет жизни. А наркоманы дальше 36 лет, как правило, не живут. Значит, это можно приравнять к греху убийства. Конечно. Напрямую. Из себя и чем более здесь. Да, сам снимается. Но если бы это был мирянин, его надо посадить или там по-своему власть. Но от церкви он отлучается на 18 лет. Это правило Василия Великого. Как убийца, да? Да, как убийца. Так он убийца и есть не как убийца. Он убийца. Убийца. Дети малые погибают. Есть такой фильм, деточки. Вот посмотри, заряди, деточки. Как малые дети скомпоновались в одну компанию и стали убивать всех наркоманов, резать, которые творят подлости, которые педофилы. Дети малые. Организовали отряд такой, находили таких людей и вырезали их подряд всех. Не милиция, никто ничего не мог с ними сделать. Деточки, посмотри. Да, 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 я что-то слышал. Я не к тому призываю, чтобы это делать, а к тому, чтобы обратили внимание. Когда власти ничего не делают, тогда малые дети начинают творить. У нас в Барнауле это было. Они организовались, это значит с Парагвая пошло. Парагвай. Там два брата служили в полиции, одного во время перестрелки убили. И он говорит, ну вот мы поймали их, посадили. Ну дали пять лет, через три года выйдет. Это у меня брата-то нет. И они решили не допускать, как есть фильм такой, ликвидация. Сигадил его, нет? Ну я не смогу такие. Это было в Одессе, когда послали туда Жукова, Георгия Константиновича. И ему говорят, каждую ночь грабят в сорок с лишним ограблений. Ничего нельзя сделать, банды. А, в Одессе, да, да, я смотрел. Он вооружил всех, и кого встретить, стреляйте их. И пошли гробы, остальные побежали. И он очистил Одессу. Ну было или не было, это еще вопрос. Но это делалось в Парагвайе. Они организовали эскадрон смерти. И теперь, где узнают, какие бомжи, те, кто это делали, они их сразу арестуют в машину, вывозят на свалку и стреляют. И сразу звонят в типографию, в редакцию. Так, на таком-то месте находится колбаса. Они уже знают, что это такое. И все как бросились бежать, так в городе можно было лежать, говорит, на площади, спать, поставить мешок с деньгами, и никто не возьмет. Эскадроны смерти организовали люди сами. А у нас тут было так, бомжей находили, школьники, уводили и резали их. И власти сразу зашевелились. Еще раз говорю, я не призываю их к этому. Мы не можем этот факт обойти. Когда власти продумали это все. И вот один милиционер, видишь, что они куражатся, пьют, эта газета «Комсомольская правда» писала. А он на вахте милиционер. А они знают, милицию подкупили, их там четверо было. Там называют главный лось, крички он знает. Ну, он вышел на вахту, несет там, с оружием, конечно, а не ты, мент, а ну иди, мы тебя раком поставим. Ну, как когда они начали его поносить, он ничего не сказал. Он мимо молча подошел и разрядил обоему, всех четырех пристрелил. Так за него весь город восстал. Я сейчас не могу сказать, в Красноярске или где было. Вот как. В конце, а этого могло не быть. У меня, я сидел с одним директором, он говорит, я сейчас тоже освободился, ему давали 12 лет, Север Владимир Митрофанович, директор рыбокомбината. Я говорю, я сидел с одним мальчишкой, но он был несовершеннолетний, но дали 10 лет, а было 15, сейчас, говорит, ему 25. Он не работал, там, в лагере работал, но сейчас я его буду устраивать. Я говорю, за что? Он, говорит, голубей держал, а там два брата. Он накопил деньги, там где-то сэкономил, пошел помогать, ему деньги получил. Он купил голубей, голубя тех-то. А они замок взломали у него и голубей сжарили, съели. Ну ничего, поплакал, опять пошел. Пошел, и они опять залезли, у него голубей выдрали и смеются. Ну что? Ты, лох. Он тогда снова деньги накупил, подработал, купил ружье. И когда они смеялись, он в окно обоих расстрелял. Убил. Ему 10 лет дали, он отсидел, теперь выходит. Он убийца, конечно, но вот впереди-то надо смотреть, кто это делал-то. Ну нельзя же не смотреть-то. Он же таким пацаном не был. Я то, я говорил, вот бандеровцы, они там такие, но они не такие были бандеровцы. Это вы же советская власть. Родители все забирали, и люди-то понимали, и боролись с вами. Они от них рождались такие, за справедливость. Но это в неверии. Если бы я был неверующий, я бы был бандеровец. Я говорю, там музычка убили, это мой брат родной. Но я обратился к Богу, я наклоняю голову, рубите мою голову. Чего путать-то? Это враги под меня подыскиваются и говорят, мы от них страдаем, они русских там гонят, убивают. Я был в Латвии. Это националисты. До мозга костей мне говорили. Я у них на квартире у русских живу и говорю, вы давно живете? Да лет 15. По-латышски разговариваете? Да, конечно, нет. Ни обычной страны не хотят знать, ни уважать. Я сразу же купил учебники, начал заниматься. Уже через три месяца я в бригаде работаю, с ними разговариваю. Они не знают, куда посадить тебя. Они очень хорошие латыши. Они такие трудяги. Ну, мне сказали, что в Грузию ехать. Я пошел в Москве покупать учебник грузинского языка. Почему? Я уважаю этих людей. Надо на себя посмотреть, а не судить кого-то. Я в Латвии служил, я с латышами очень дружил. Вот. Надо смотреть корень. Корень. Я не Бандерас, я никогда не называл себя таким. Чего ради буду таким называться? Я христианин. И Бандерас, я бы сказал, убивать никого не надо. Русских гнать не надо. Я бы сказал им. Но меня бы они не тронули. За что меня трогать, когда я репрессирую над советской властью, против которой они борются? Я их идейно близкий им. Идейно по отношению к коммунистам, а не ко Христу. Это люди совершенно с затюканными мозгами. Это поповская мелочь. Они не хотят жить нормально и думать. Трусы презренные. А под меня подыскиваются. А под меня чего подыскиваются? Я говорю, все открыто в глаза. По твоему письму пока ничего нету. Я ожидаю, будет или нет там от епископа. Но одно то, что уже приезжал Архимандрит, уже говорит о чем-то. Что письмо твое сработало. Содержание. Благословитель Владыка Сергий. Я священник Грузинской Православной Церкви. Патриэй Наум. Игнатий Лапкин, мой крестный отец, принял меня из купели где-то 40 лет назад и окормляет по сей день. О его отцовстве смело могу сказать словами апостола Павла. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Послание Коринфянам 4 глава. С вашим участием я посмотрел три ролика на сайте Игнатия Лапкина. Престольный праздник в Потеряевке. Наверное, о наших временах и сказал пророк Амос. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, из китайца от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят «Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Порока Амоса 8 глава. Сейчас прекрасные возможности для боговестия. Хороший пример этому. В Москве, в Сретенском монастыре, открыли православные просветительские курсы. Уже были три лекции. Посмотрите, сколько молодежи, какие умные задают вопросы. Конечно, везде нужны подобные учебные классы по изучению Слова Божия. А у вас для этого такой опытный учитель, Игнатий Лапкин. Неудел. Откройте ему дорогу. Гранизуйте курсы, лекции, семинары. Готовьте катехизаторов, миссионеров, евангелистов. В Игнатии Лапкин отработана методика обучения. Слово Божие ему в толковании святых отцов. Большой опыт в этом. Время к оделам и ухателям прошло. И вам завидую, Владыков, что у вас есть такая возможность с Божьей помощью качественно подготовить молодую смену благочестивых христиан. А из них вырастут достойные учителя, благовестники и священнослужители. Оставим после себя достойную смену. Я думаю, что с этой целью вас, Владыка, Господь прислал в Потеряевку. Мой принцип сам не можешь дело сделать. Найди тех, кто может это дело сделать. Если бы ко мне пришел такой служитель, учитель, миссионер, проповедник, я бы ему открыл для благовестия все двери из окрома. Для этого мы живем, чтобы через наше служение люди познали Христа и наследовали спасение и жизнь вечную. Помоги вам, Господь, нести свой архиерейский крест. С уважением, протеерей на ум. Город Белисси. Такое письмо прислал. Ответ на это письмо было так. В сепархии пришел иеромонах Филарет, встретился с Игнатием Тихоновичем, и имели они беседу. Ну, что-то они долго думают. Ну, не будем судить, а молимся. Это непросто. Если они меня устроят там, это ну, работать-то, я могу взять уроки вести по пяти предметам примерно и сразу объявлю, чтобы вести уроки со священниками. Первое, самое главное, любовь к Богу и к Библии. Это главная моя тема. Может, постучаться? Вот твою программу надо. Я все подготовил. Я уже готов. Я договорился, все будем снимать. Придем мы со своим. Нет, нет. Вот сейчас. Вот я сегодня утром смотрел, значит, в Сретенском монастыре православия Ру. Там проводят лекции по Ветхому Завету и там по богословским предметам. Вот здесь по такому примеру организовать такой библейский урок. Ну, разные варианты здесь есть. Нет, отец, отец этого не будет. Это программы. Я их программы, сколько есть, практически со всеми знаком. Абсолютно мертвая программа. Это не нужно. У меня другой подход. Я призову к молитве. Дальше мы начнем по третьему тому открытым окам. Пособие по Евангелии от Марка. Чтобы все участвовали в этом деле. Да, 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 да. Ну да, у тебя вот это не будет. А прибыль-то они без меня просчитают. Просчитают. Мне не надо их знания. Мне нужно, чтобы они пробудились, родились свыше. Нет, я другую мысль, что уже есть такая практика. Здесь организовать в таком масштабе. Они же на всю страну, значит, у них этот учебный класс. У них там этот зал специально, там молодежи полно, вопросы задают. Очень интересно даже послушать. Ну, хорошо. Благодарю отеца наставления за науку. Спроси Господи. Будем просить Господа, чтобы все устроилось. Скажи там, чтобы Нина на меня не обижалась. Это не надо. Зачем я это? Но дело в том, что, видишь, здесь еще им не открыто. У них вот этот авторитет человека, здесь и авторитет Писания, у них это две разные вещи. Поэтому они видят уже, о, у нас монах, он монах. Я сейчас, я не о монахе говорю. Когда я у вас был... Нет, я говорю, что вот твои, за что они тебя цеплятся. Понял, понял, дальше уже не надо. Дело в том, что когда я у вас был, и она уже когда-то успокоилась, и говорит, мы через вас узнали православие. То есть она это помнит. Но одно это уже должно ее побудить к тому, чтобы молчать. В отношении меня ей крайне неполезно что-либо говорить. Я за нее беспокоюсь. Мне это вреда, от этого никакого нет. Никакого. Это не надо делать. Знаешь, отец, у нее с нервами. Это не с нервами, это духовно. Не, не надо. Нет, нет, подожди, я вышел. Нет, отец, это духовное состояние. Да, и женщина, когда ее таким тоном говорят, вот так вот приказом, да, вот здесь она очень сложно ей воспринять это. Отец, это говорит человек, не рожденный свыше, так отвечает. Верующая не так понимает. Она должна учиться в безмолвии. Жена да учится в безмолвии, учить ей не позволяю. Учить не позволяю, Павел говорит. А зачем ты себе позволяешь? Учиться в безмолвии. И на этом все сказано. Жена да учится в безмолвии. Вот пусть выполнит это и все. Я сказал это по любви, больше говорить не буду. Потому что она просто услышит. Она знать должна, что я вас люблю. И говорю это по любви. По любви, чтобы вы не погибли. Я для вас неприкасаемый. Иначе вы будете хама. Хама. Хам поднялся против отца. Да, да, да. Нет, нет. Нет, потом она, ну, значит, немножко борю сделает. Потом тишина. Это не надо делать. Сатана это и желает, чтобы мы все время грешили. А делающий грех от дьявола. Евангелист Иоанн говорит. От дьявола. А он потом. А потом еще, когда ты уже нагрешил. Сказанное слово воплощается. Оно никуда не девается. Григорий Ницкий, брат Василия Великого об этом говорит. Оно никуда не девается. Ты его сказал. Сказал в раздражении. Неправда. Ты должен тут же загладить пасть и сказать. Прости меня, Господи, брат. Прости. Я сказал, не подумал. Ой, я ухожу сейчас и буду плакать. А не так, что я не так. Шли я под хвост попал. И теперь я буду легаться и телегу разобью. Это дикая лошадь. Нельзя этого делать. Ей дал Бог определенную роль. И эта роль заключается в том, что она должна молчать. Учить жене не позволяю. Жены в церквах да молчат. Она хоть, жена священник, она в церкви не имеет права голосу даже подать. Даже спрашивать что-то. Только дома у мужей. Даже дорогой не спрашивает. А вот с детьми заниматься? Вот с детьми пускай ее капитра. И когда муж пьяница, Златоуз говорит, жена занимает капитру. Она бывает в делах житейских острее мужа. Но учить церкви это могут еретики, сектанты. За всю историю у православных ни одной женщины-священника не было. И среди 19 апостолов не было. Что еще доказывать-то? Надо осмирить себя. Я глухой, я не могу быть музыкантом. Хотя я разбираю дори ми фасоль ля си. Я определяю. Рост у меня такой-то. Я не могу прыгнуть выше двух метров. Надо определить себя. Я мужчина, я обязан не трогать бороду. Борода показывает мою власть над женщиной. Показывает совершенный возраст. Страх перед Богом. Не просто это клок волос какой-то. Ну еще один вопрос, если не задерживаю. Не задерживаешь. Никогда больше мне не говори насчет задержания. Я всегда рад тебя слушать. Значит, я сегодня на такая ситуация. Пришла дама. У нее, значит, она вышла замуж, не расписавшись и не повенчавшись. Ну, она такая благочестивая. Здесь спокойная. Ну, оказался ее муж. Значит, он игрок. И он, значит, они уже шесть лет живут вместе. Уже двое детей. С родителями, с ее матерью, со свекровью. У нее все время конфликт. Ну, она спокойная, но она уже, ее, как говорится, чаша переполнена. И вот она звонила мне, договорилась о встрече. Здесь, значит, получилось, что там, значит, они не венчаны и не расписаны. И вот она ему предлагала расписаться, а он отказался. Говорит, зачем мне это нужно? Говорит, у меня еще были две жены, и зачем с тобой расписываться? Да, потом, значит, кто на работе давали премию, кто распишется, ну, муж с женой живет, дает, значит, там какую-то сумму, довольно внушительную денег. Ну, он говорит, давай распишемся. А она, говорит, ты ради денег меня, значит, со мной расписаться хочешь? Отказалась расписываться, да? Он взял какую-то там старушку, с ней расписался. Ну, сейчас двое детей. И вот она, значит, сейчас у него долг найти за эти карты. Он говорит, иди в банк, одолжи деньги. Значит, он уже одолжил, не может отдать. Сейчас, говорит, иди ты, одолжи деньги. Ну, у нее старенькие родители, все, куда? И у нее нет возможности этот долг отдавать. И вот здесь вот такая сложная ситуация. Хорошая ситуация, хорошая. Хорошая. Греховные узы Господь разрывает. Она не должна куда идти. Если погибнуть, пускай погибнет. Долг ничего не берет. Долг, да, вот я тоже ответил. Он ничего не сделает. А вот она живет греховно, и поэтому ей такое нужно, чтобы она в грехе не коснела. Он как раз такой, какой ей надо. Да, что нужно задание было это исследовать и наладить церковный брак. Это у них дело. В церковный брак, если живые жены, это такой сложный вопрос, это на месте надо смотреть. Это один из самых сложных вопросов. После покаяния обращать к Богу, это на первом месте вопрос. Это по несколько раз при живых женах венчают, как Пугачеву. Не надо это, никогда не касайся, она сама разберется, пускай. Да, да. Если бы она была нормальной венчиной, у него не было жены, а у него может быть и третья, пятая жена, и это не жена, как Самарянке Христос сказал. Если это нормальное было, и он не так ведет себя, пока нет измены ей, она не должна разводиться, это определенно. Если даже была измена, Василий Великий говорит, и тогда не даем совета. То есть ты можешь ответить, но я тебе не советую. Ты сохрани семью. А у него прогорит это, и глядишь, по-другому надо справиться. Да, я тоже самое сказал. Разводы плодить не надо, это дети сиротые. Но бывает, что он прямо бьет смертным боем, конечно, ей надо куда-то спрятаться. Есть специальное убежище такое делают для жен, покинут их отдельно в городе, там где-то подбирают. Да. У меня интересный случай был. Один обозлился на меня, я его в глаза не видел кто-то. Ну и мне СМС-трость сьет, возьми крест Христов, возьми крест Христов, это у него колдовская молитва. Возьми крест Христов, крест никто не может взять. Христов говорит, возьми свой крест. Он не знает так. Ну и ему все-таки сказали, ты от него отстань, ты его не трожь. Ну он, у него, кажется, четверо ребятишек, жена то ли пятого, что ли, он не работает нигде. Ну она кормит его, как-то деньги там добывает. Он от меня не отстал. И друг у него такой, она поехала, муж говорит, не работает, там пьет. Поехала к священнику, а священник ей насоветовал. Ты оставь его, забери ребятишек и уезжай. А она так и сделала. И он сразу понял, что это то, что он против меня был, это ему возмездие. И он мне новое отбивает, это смс на телефон. Вот у меня такое утворили. Да поп, да я его, то другое, это мне за вас Бог мстит так. Ему сразу на сердце было положено. И все, больше он отстал и никогда. Только отстал, жена ни под каким видом, он ее нашел, не хотела возвращать. Он от меня отошел, она сразу вернулась. Это того интересно. А он мне и говорит, жена-то у меня вернулась. Я говорю, так есть такое, дед Маза и Зайцева Некрасова, смотри косой, не попадайся. Ну это ты интересно к себе привязал. У меня столько интересных случаев было в жизни, когда рассказываю, люди удивляются. Вроде я придумываю, я говорю, я верующий, боюсь Бога, и поэтому меня во лжи ни один человек еще не улечил. Никогда. Зачем? Я не знаю, я тебе сказал, не знаю. Но если я знаю, я говорю, так говорит Господь. То есть я беру место, сейчас вот написал, я мог бы даже просчитать. Вот, смотри, минутку подожди-ка, сейчас я включу. Далеко не отходи, я сейчас просчитаю тебе. Да, у меня пять минут. Мне вопросы задают, это мне уже задали 1831 вопрос, а и ответы. И 21 тысяча посетителей уже была. Вот он мне пишет. Евгений Шотов. Так что же мне делать? Он говорит, я рок-музыку играю, а мама у меня плеер отобрала и разбила, она верующая. Говорит, ты к сатане идешь. А я ему и ответил. Вот, впереди. Да, да, да. Сейчас я скажу, что я ему ответил. Так, минуточку. Вот открывается. Это вот вчера на меня вышел. И я отвечаю. Только не подумайте, что я с вашей мамой договорился. На эту тему написано так много, что легко можно найти в большом количестве. Ваша мама права на 100%. И вы должны радоваться, что у вас такая строгая и разумная мама. Повинитесь перед нею, помолитесь и поклонитесь ей в ноги. Она любит вас и вашу бессмертную душу. В мире все надвое. Вода и огонь. Серахов 34.14. Как напротив зла, добро и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри на все дела Всевышнего. Их по два. Одно напротив другого. Второзаконие 30.19. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второе Коринфян 2.11. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Второе Коринфян 11.14.15. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Вы говорите роком увлекаетесь. Слово рок говорит безутайки, что это роковое погибельное дело, как и компьютерные игры. Я являюсь создателем православного детского трудового лагеря Стана, и на его начальникам уже 43 года. Передо мной прошли тысячи детей. И много лет я работал в тюрьме. С малолетними преступниками. Музыка рок. Под каким бы соусом она не преподносилась, она есть роковое стечение звуков и марш смерти. И грохот по ступеням, влекущим вниз, в пропасть в ад кромешный. Ну и дальше стихотворение. Ему дал мое стихотворение «Назначение музыки». Вот. И он вчера отдал, а сегодня он мне уже и отвечает. А вот что он отвечает. Да, да. Пишет. Так что же мне делать? У меня много увлечений, которые моей маме нравятся, в скобках. И вам наверняка тоже не понравятся. И про многие она еще не знает. Чтобы не возникло недопонимания, сразу скажу. Я учусь в старшей школе, мне уже скоро будет 17. То есть я уже не ребенок. Ну, хотя и не взрослый. Я часто матерюсь. Смотрю греховные мультики. И любуюсь похабными рисунками. Я подворовываю всякую мелочь в магазинах. И уже знаком с участковым. А еще я часто воображаю себя милой девочкой. Проблема в том, что без всего этого я уже не буду чувствовать себя самим собою. Все выше перечислено уже стало моей самоидентичностью. Я им отвечаю. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие. И когда умираете, то получаете в удел свой проклятие. Серахов 42.12. Правда, в книге на одну главу меньше брать надо. 41. Премудрость Соломона 15.6. И делающие, и походствующие, и честующие суть любителей зла, достойная таких надежд. Римлян 1.32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делает, но и делающих одобряет. Лука 13.5. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. 2 Петра 3.9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые посчитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Римлян 9.22. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, и с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Мои ответы, видишь какие, они полностью из Библии. А он не примет. Я ему сказал, отошел. Вот два дня, сколько я ему сказал. Для этих слов могут сонма людей обратиться. Это мне вконтакты заходят, там дают, а модераторы мне перекидывают. Я вконтакты не захожу. Я в Мейл.ру работаю и на своем форуме, и на своем Ютубе. Я еще вот в церковь сейчас хочу пойти. Ну давай с Богом благослови, отец. Да. У нас на операции, на операции, у одной женщины молодой по Теряевке, неудачная там беременность, и там это, в больнице лежит. А другой что-то там в почках нашлось, поселенец один, тоже на операции. А Алексей и Людмила. Алексей, Людмила и Елена. Именно Людмила, она жена дьякова. Нет, нет, ты вот эта Елена была. А Елена, это Елена в этом, в Донецке. Да, в Донецке, да. В Донецке. А это наши здесь. А этот Алексей мой племянник. И вдруг у него обнаружили, он хороший парень. Он служил в президентском полку даже. Спокойный такой. Его в церковь отпускали, провожали. Просто хороший, хороший. У него один сын был в Орлаам, наверное, года три. И сейчас родился только что, назвали Назарием. Назарием. Это помощник апостола Петра. Значит, вот по поводу вчерашнего разговора об этих наркоманах. Значит, их отлучают из сана. А причащают... Значит, это одно наказание. Да. А второе, значит, уже... Значит, как мерзкие причащаться, они... Они могут причащать, иначе будет два наказания. Пророк Иеремия говорит за одно преступление. Нет двух наказаний-то. И канон церковный именно на это и ссылается. У нас там один монах служит. И вот он все вычитывается. Значит, службы очень длинные получаются. Ну, значит, и вот этот служебный текст, и псалтири. Значит, все на славянском языке или на старогрузинском. Мы, значит, люди плохо понимают и устают на службе. Значит, здесь вот есть эта пословица. Вот мы знаем, что молитва без понимания, что тело без дыхания. Да. Значит, вот здесь вопрос. Можно молиться, вот читать псалтирь или там Акафьер, ну, или другие молитвы, которые не понимаешь. Здесь... Вот я задал вопрос батюшке. Можно ли читать молитвы, которые не понимаешь? Он мне привел пример. Какой-то там Ава. Значит, к нему пришел послушник и говорит. Вот я читаю Ава в псалтире, ничего не понимает. А сатана понимает. Да. Нет, выслушай. А он говорит, да. А ты бесам читаешь, чтобы они здесь... Пускай они слушают и отходят от тебя. Вот. Ну, здесь я думаю, как можно читать бесов? Они радуются, когда ты не понимаешь. Конечно. Ну, я так... Мы беседовали с народом. Вот я задал им вопрос. Можно читать, когда ты не понимаешь. Значит, читать бесов. Да. Все молчали. Проповедники от бесов. Вообще даже... Все молчали, да. Вот, понимаешь, здесь у тебя на эту тему есть... Ну, вот, чтобы ты прокомментировал здесь, дал наставление. У меня материалов куча на эту тему. Какие митрополиты, кто за русский язык, какие доводы дают-то? Вот сейчас выступил в интернете глава миссионерского отделения Томской епархии, Московского патриархата. Алексея и Самсонов. Ну, я вам посылал, наверное. Ну, не понимают даже, говорит, пьесы поют и совершенно поют неправильно. Это говорит о том, что они не понимают. Это никому не надо? Павел, апостол Павел говорит, кто будет готовиться к сражению, если не понимает, что труба издает звук? Я буду для вас чужеземец. Я для вас. Про бесов речи нет. Это все монашеская бесовщина. Они все абсолютно подчиняют глупостям своим. Очень просто и ясно. Они за монахов. Ну, пускай они проповедуют, чтобы народ обращался и все. Но они на это не идут. Им выгода, когда люди не понимают, а к ним как к гуру каким обращаются. Это все буддизм. Это буддисты. Тут доказывать нечего. Апостол Павел сравнивает. Я приду, говорит, лучше сказать пять слов. Пять это вот. Все. Иисус Христос есть Сын Божий. Пять. Чем десять тысяч слов. Тьму. Тьма это десять тысяч. Это лучше. Ну и все. А что остальное? Это тарахтеть, когда никто не понимает. Оно не приносит плода. Оно прямо не приносит плода. Об этом говорил Феофан Затворник. Сегодня-завтра? Сегодня-завтра. Но когда-то же надо приступить к переводу. Да, да, да. Ну да. Ну вот, когда я начал читать богослужебные тексты, я где-то четыре года был псаломщиком. Значит, я уже прочитал Библию. И, ну, была такая база. И, значит, когда начал читать богослужение, там стало много понятно. Эта проповедь была, вот, допустим, мы субботу, накануне воскресенья. Там прекрасные раскрытия, вот темы воскресенья, распятие на кресте. Там, значит, человек, даже если ты не подготовился, но если ты там знаешь, вот, что происходило в Евангелии, этих событиях, эти тексты, такие слова, дают очень хорошие, значит, мысли для проповеди. Поэтому здесь, вот, мы решили так, что нужно хоть немножко читать, но разъяснять вот эти тексты. Ну, да какая тут новинка-то? Так и всегда делали. Златоуст берет название «Деяния апостолов», книгу. Название, название, шесть проповедей говорит. На одно название книги. Шесть проповедей. И какие проповеди-то? Они в оригинале были, наверное, около часу. Сохранилось-то и то 35 минут. А записывали-то не все, не успевали, может быть. Да. Что тут непонятно? Я рассуждать об этом не буду. Кому говорит? Это мертвичина мертвая. Народ не понимает, идет в секты. Там все понятно. Ну, здесь такая деталь есть. Вот, говорит, читают, здесь, говорит, бесам читают. Значит, это грех же выходит большой. Бред больного монашеского ума. Они привыкли общаться с бесами, все время в рукопашию сходятся. Бьются, а он на них ездит и беснуется. Стоят на крови пропасти и кричат бесноватые. Просчитай творение святых отцов, съезди на Афон, посмотри. Молодые ребята запрещают жениться. Они, говорит, стоят на уступах и орут, и орут бесноватые полностью. У нас оттуда приезжал отец Иннокентий Просверин. И все рассказывал. И так оно понятно. Это антиевангельский путь. Господь даже понимает нас. И то говорит, чего хочешь. Слепой кричит, кричит Иисус, помилуй. Этого недостаточно. Конкретно, чего ты хочешь? Он говорит, хочу быть зрящим. Видишь как, надо еще и разъяснить, чего ты просишь. А у нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А чего помилуй? Помилуй нас от этого несчастного языка, которого никто не знает. Помилуй, избавь от него, чтобы Грузия на родном грузинском служили. Чтобы люди понимали каждое слово божественно. Ибо оно проникнуто духом святым. Но если труба будет издавать неопределенный звук, Павел говорит, кто будет готовиться к сражению? Какие бесы-то? Они пораженные бесами. А ты когда будешь читать по-русски, ты понимаешь, как с ними бороться. Никогда не лгать. Он есть отец лжи. Никогда ничего не делать. Никаким наркотикам не прикасаться. Ибо он есть человека-убийца от начала. От начала, от Адама. А эти люди, которые все раз про это человека-убийцы. И вот тогда делается понятным. Что тут? О чем разговаривают, я даже не знаю. Влупее не понимаешь. Тогда вот если такой, допустим, служитель все вычитывает здесь, такие длительные службы, люди не понимают, а он не разъясняется, это грех. Так, вот это пустое все. Не будем говорить. Это пустое. Тут сейчас звонил отец Аким с Потеряевки. А-а. И говорит, там благочинный один, ему позвонил вчера. А-а. И говорит, было в епархии собрание благочинных. Ну и первый вопрос, конечно, о деньгах. Наложил архиерея еще большую контрибуцию. Нужны деньги. Они говорят, у нас нету, мы концы с концами не можем свести. Ну, короче, было такое. А второй вопрос такой. Он говорит, поступило предложение в состав катехизаторов в семинарии. И заниматься со священниками, включить Игнатия Тихоновича Лапкина. Так. И они, кто желает что сказать, не один. И он тогда говорит, он вам развеет, ваш авторитет-то придет. Не к адилам и крапилам будете махать. Он вам развеет, ваш авторитет, говорит. Ну, мне еще никакого звонка оттуда не было. Ну, мы молимся. Одно то, что он это говорил, архиерей уже положительно. Положительно. Он не объяснял, кто я, видимо, нужды никому нету. Вот. А кто? А кто предложение сделал? А кто предложение? Они предполагают, что это патриарх Кирилл такое предложение сделал им. Прямо так и говорят. Наверное, как от патриарха такое пришло. Поручение, чтобы меня сделали там поближе к архиерею. Ну, а я что, я готов. Вот сейчас, я разговариваю, сейчас позвонят, я с тобой разговор прекращу и поеду. Поеду. Потому что это мое дыхание, моя жизнь, моя любовь. У меня интересные уроки будут, потому что они совершенно выпадают из разряда, каким они привыкли учиться на своих семинарах, в семинариях и в академиях. У меня абсолютно не похожее на них занятие. И они нигде не существуют. Они сразу говорят, да так понятно. Вот мы идем как-то, поехали в одну деревню, архимандрит такой, Юрасов, отец Амроси. Он, как настоятель его можно назвать, архимандрит, он женского монастыря в городе Иваново. Ну, идем разговариваем. Он сразу остановился, это ваше такое. Я говорю, да, это немедленно нужно издавать. Это прямо вот пощупать можно, чтобы говорить. А у нас-то преподают эта схоластика мертвая. Не дождешься, то Аристотеля, то Платона там собирает, собирает, которые мне не нужны совсем. Да, и сложные поучения отцов, на которые мы не готовы. Но это я тебе говорю, с чем я сталкивался и что у меня свежо в памяти. Это надо в живеньках. А откуда вы это берете? Все спрашивают. На молитве. И у меня один ответ. Я это беру на молитве. Я молюсь и рассуждаю. Замолкну на молитве и жду, что мне Господь положит. Что мне скажет. Надо смиряться, то другое. Ну, как я тебя покажу смиряться? Все, голову между ногами затолкать. В чем ты предупрекаешь? Где-то я восстал, я в церкви нахожусь, прищащаюсь, ни против чего не восстаю. Какое смирение? Они играют этим словом. У вас, я говорю, смирения нет перед словом всемогущего Бога. А мне Бог дал это смирение. И слово Божие для меня не буквы. Для меня это голос с неба. Голос. Я его слышу. Я очень люблю моего Господа и его святое слово. Меня не надо заставлять учить его. Потому что иногда я по 10 часов в день занимался Библией. Конспектировал Златоуста ручки. Потом насчитывал. Вы можете делать. Хвалящийся хвалить Господом. Я похвалюсь любовью Христовой, которую он меня наделил. Я готов поделиться с каждым. И все. Рассуждать о чем он начали понятно, непонятно. Да я даже разговаривать не буду. Отойди от них. Это враги. Враги. Златоуст говорит, одна душа погибнет по твоей небрежности. Всей жизни тебе у священников не хватит рассчитаться. А их миллионы гибнет. Вот так. Вот так. Ну ты, значит, посмотрел. Вчера собрание было. Да, да. Посмотрел. Ну, понимаешь, они как-то очень... Да, очень холодно отнеслись. И потом, о чем они говорили, даже я не очень... Да. Кто это может слушать? И потом тебя не услышали. Ты там в углу сидел. Что там они... Это... Не знаю, что там у вас случилось. Ничего не случилось. Я считаю, что это совершенно необычное дело, что епархия как-то ответила. Они никогда не отвечают. Ни на одно письмо, никогда. Ни патриархия. Так что ты это напрасно говоришь. Никак. Холодно. Нет, нет. Я не об этом. Я не об этом. Что у вас всегда была тема. Вы вот обсуждали. Это Евангелие читали. Толкование читали. Это читали на занятиях. А это собрание. А, это собрание, да? Это собрание. А там занятия отдельно будут. Там как раз я заканчиваю разбор митрополита Эдикт. Да. А дальше уже по Писанию разбирают. Это собрание. На собрании батюшка и рассказал все как надо. Нет, ты просто не понял. А, вот так вот, да? Да, конечно, мы молимся. Все молятся теперь. И считаем, что это было настолько неожиданно. Благослови Тебя, Господи. Как бы ни ты письмо не написал, вообще бы никто не знал даже этого. А это дали ход. Послать секретаря. Но ты так не возмущайся так. Здесь, видишь, ты все время стучишься. И поэтому стучите и откроют вам. Простите и даст вам. Ищите и найдете. Поэтому здесь это твой труд. А что я? Здесь мне там спокойно, говорит, напиши письмо. Я посмотрел эту вашу встречу на Бровнышке, за обедом. Да, думаю, почему? И он расположен здесь. Значит, надо это сделать. Ну, батюшка-то и сказал, что расположение архиерея – это еще не все. Какое будет его окружение? Поэтому сейчас молимся. А я уже... Они же расспросили, какая программа, что... Речь, что шла прям конкретно уже о деле. Я могу взять ему жития, географию дальше. Как любить Господа, любить Слово Божие? Дальше отдельная тема – это называется сектоведение противосектантское. У меня совершенно не такой, нестандартный подход к этому делу. Я во всем всегда вижу виновным себя, православие. И как показать и взять лучшее от других. Вот. Отдельная тема – это откровение. Совершенно отдельная. И отдельно я мог бы повести урок галереи мира, искусства. Здесь вот что ты мне сказал, вот эти темы назвал хорошие, да? Но здесь вот виновно православие. Это совершенно точно. Но здесь, понимаешь, это нужно сказать, вот когда все время обличаешь их, все время ругаешь их, да? Ну, еще человек не готов на это слышание. Они считают себя, ну, вот такими, ну, в общем, высоко нос поднимают. Поэтому здесь, вот если бы мы поступили так, да, вот было бы лучше. Как-то, понимаешь, не все время, значит, вот мои слушают тебя. Там супруга слушает, дочка слушает. Это в одном пространстве, они рядом находятся. Да, и все время такое, значит, ну, как бы с нажимом. Вот это так нужно. Ну, командиров, понимаешь? Вот, когда я вспоминаю, даже я в армии служил, эти они все время нажимают налево, направо, вставай, ложись там, ротоподъем. Понимаешь? Ну, я так образно говорю. Да, поэтому здесь, вот, ну, вот я говорю, да. Подъем, вставай, ложись там, да. Говорит, ну, да, можно сказать, да, спокойно говорить, да. Вот сегодня утром встанем, здесь делаем такое упражнение, там помолимся, умоемся, помолимся, почитаем Слово Божие. Понимаешь? У тебя же, у тебя такой талант, вот я же учусь. Значит, ну, хорошо, есть бой, повоевали, потом отбой. Залечиваем раны, делаем, проводим, так, итоги подводим, там, значит, ошибки, хорошие. Вот это молодец, этот нехороший человек ошибся. Вот учимся воевать, потом учимся методику, уже методику спокойно. У тебя же такой юмор, у тебя хороший такой, здоровый юмор. Это мне очень приятно даже, как ты там их, да, очень открываешь. Это хорошо, да. Поэтому здесь, я думаю, вот ты посмотри, когда вот даже этот невзоров выступает, или вот эти, ну, значит, эти личности на телевидении, да, у них, значит, такое, ну, как артисты они выступают. Значит, они где нажмут, там, где мягко, где, понимаешь, где улыбнуться, понимаешь, а все время вот такой в позе, такой стоять, да, это, значит, это нужно. Но, когда это все время вот в таком положении, человек устает принимать. Потому что ты же, там, эти разборы по два часа и больше. Это же, поэтому тема надо немножко менять, значит, если вот так вот они виноваты. Подожди, батюшка, это повторение у тебя идет. Дело в том, что был такой поэт Шатар Уставели, он вам знакомый? Да, да, да. Он говорил, каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Он сам не воюет, он герой, стоит дома возле своей Марьи. Эти люди, которые чем-то недовольны, а они не бойцы, никто. Если человек делает, меняется тон. Он не делает. И недавно статья была про меня. И один там, он председатель журналистов. Да, да, да. Он говорит, Лапкин постоянно повторяет одно и то же, как ученикам, которые не выучили дважды два, они ничего не делают. Я не могу ничего изменять-то. И поэтому приходящие люди слышали, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И на завтра смотрим, уже Господь говорит, змеи порождение ехиднины. А когда собрались люди, тогда Он им говорит. И я знаю, где же сказать, где нажимать. Эти люди не изменяются. Они стоят на одном, во враждебном лагере. И к ним другого тона не может быть. Давай потихоньку вставай. Потому что, если говорит это Невзоров, ему разницы никакой нет. Мне есть разница, спасутся или нет. Апостол Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенелся. Павел воспламенелся. Конечно, они гибнут по вине попов миллионы, не тысячи. И поэтому я обязан это говорить. Я обязан. Но здесь вот так же к Иоанну Крестителю приходили воины и спрашивали, что нам делать. Там другие приходили, что нам сделать. Они не спрашивают. Батюшка, они не спрашивают. Не надо к этому подгонять искусственно. Они не спрашивают. Они просто объявляют войну, уничтожают все. Это совершенно другая ситуация. Не надо играть. Я реально вижу, что это за люди, чем они занимаются. Мы приезжаем в деревню. Договорились с свидетельствием. Попы сразу вызывают милицию и лгут, что мы свидетели Юговы. То есть что попало? И все это заснято. Я архиерею даю это заснято в разных пунктах. И говорю, вы говорите рабочая группа, ну давайте соберемся. Они сразу отсекают, никакой встречи нигде не будет. И начинают распускать злую молву. Что я должен делать? Время молиться, время собирать камни. Они только разбрасывают. Они не собирают. Православие сегодня это просто какой-то анахронизм. Музейный ветошь. Люди не знают. И когда им показываем настоящее православие, они смотрят как на что-то чужое. Вот батюшка вчера говорил, ни канона не соблюдает. Все попрано. Я не могу по-другому говорить. Если они начинают хоть один шажок делать, как сейчас. Ты вчера видел, какой разговор пошел. Сразу тон меняется. Один шаг. Но этот один шаг за 53 года один раз они сделали. И я сразу же, пожалуйста, я ниже травы наклонился. Что дальше будет? Пригласят нет. Я уже договариваюсь, кто со мной пойдет. Какие взять книги. Как будет здесь священник. Я уже полностью программу. Они говорят, когда я звал благовествовать. Мы дали им полностью написано, что брать, как поедем, как будем говорить. Ответа нет. Но сейчас может быть ответ. Я мгновенно делаю с другим человеком. Так что вы судите, пустоту время тратите. Я знаю как. Почему? Потому что молюсь и встречаюсь с ними ежедневно. Они не работники никакие ничего. Они фундаменты раскапывают, где была церковь и все. Это мертвящина. С мощами, с костями. Они никак не могут научиться правильно крестить. Я как могу сказать? Ну молодец. Они портят все. К чему бы они не прикасались, все делается за разным. Я обязан говорить, потому что я служитель Божий. Я хочу быть по-другому. Но Дух Божий говорит, воспламеняйся. Ну, допустим, я небольшой опыт имею, понимаешь? Я тоже увидел очень много нарушений. Вот, который часто напоминаешь. Очень много нарушений видел. Но Господь говорит, благовествуй. Говорит, я посылаю тебя к народу с твердым лбом. Но лоб твой тверже сделаю. Благовествуй. Говорит, что говорить, что всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, здесь, да, как цветы, увянут. Что на твое письмо они ответили, я вставку сделаю. Они совершили чудо Божье. Повторяю, 53 года я стучу, и ни одного ответа. Это первый ответ. И в этом рычагом послужил ты. То есть Дух Божий через тебя. Вот как правильно будет сказать. Да, да, да. Они расспрашивают, как фамилия, а кто он. Когда я сказал о тебе, где ты обратился, они даже этого не знают. Что просто от какого-то священника даже нельзя доказать, есть ли ты такой на свете или нет. И чтобы секретарь епархии, архимандрид, приехал, предварительно позвонив. А я его книгами наградил, там столько книг подарил ему, архиерею. Это вещь неслыханная. И если они сейчас еще один шаг сделают, там встречу, я готов завтра же пойти и начать со студентами, с семинаристами, со священниками работать. Мне есть дать то, чего у них вообще нету нигде. И ты это хорошо знаешь. Да. Потому что у меня есть любовь к Богу, любовь к Библии. Да. Ну, помоги Господь, мы тоже молимся и поддержим тебя. Спаси Христос за письмо. Его, видите, как отпечатал я его. И вчера уже просят копии, я начал размножать, людям давать. Но главное, всех пригласили, как на молитву рассказали, батюшка все это рассказал. Так что, будь внимательна, с тебя началось это, и ты на каждой литургии дома. И если у тебя есть хорошие друзья, там разные, ну, священники попросить и молиться, чтобы сердце нашего епископа Сергия дальше продолжало быть в руке Божией. Да. Да. Ты еще раз посмотри, когда батюшка считает твое письмо. Посмотри на людей, какая реакция, как, что. Ты увидишь, что это не человеческий труд, шаг этот, который сделал Господь через себя. Да. Ну, я... Я вчера только бы говорил, смотри, пришел ты, а теперь я к тебе поехал, теперь ты оттуда. Как у Бога все это поэтапно идет. Да, да, да. Если они... Ответил на поездку. Да. Если я сегодня мою квартиру там повредил один грузин, меня не было, там он ее сломал замок, опустил кого-то, а сегодня я был у него, у него иконки есть, ну, там, где на строительной, где ты был, в той комнате. Да, да, ты показывал. А у него, говорит, а у меня, говорит, квартира в Тбилиси. Я немного рассказал о тебе. Вот, я говорю, вот такое дело. Грузия нам хорошо известна. Так что своим прихожанам от нас передавай поклон. Вообще, когда ты приехал, вот последний раз, я как раз открыл врата, царские врата, литургия идет, и я увидел тебя. Ну, конечно, у меня очень большая радость была здесь, да. Да, я это вот сейчас, это помню. Ну, хорошо. Спасибо, Господи. Не надо эмоций, да. Эта духовная радость, она незаменима. Конечно. Да, да. Хорошая душина в этом мире, когда есть содружество, дружба, дружба. Когда каждый день знаешь, интересуешься, молишься и надеешься вместе прийти к Господу. Да. И там поблагодарим его, Господа. Да. Еще, отец, я вот, значит, в это воскресенье было Евангелие, читали о Градаринском бесноватом. Да. Ну, я там что-то почитал. И вот я подумал, говорит, твои книги заглянуть. Там у вас есть, значит, заглавие «Бесы». Да. Ну, и там, понимаешь, чтобы их, там очень целое море было ответов на эту тему. И много примеров. Даже времени у меня не было это почитать. Но примеры очень яркие здесь. Поэтому, значит, здесь вот хорошо бы вот раскрывать эти темы, говорит. Вот у меня есть тема, допустим, мусульмане, там, евреи, здесь, ну, там, дети, семья. Вот эти важные темы. И вот на этих примерах очень хорошо раскрывать эти темы. Что, говорит, не просто у меня там 38 книг, а вот конкретно. Вот у меня такая-то спрашивает, такая-то сестра или такой-то спрашивает. Ну, на примерах очень-очень хорошо будет, да. Ну, все, отхожу я. Спасибо. Я тебе на эту тему, ты сейчас еще сказал, я тебе отвечу. Мы как раз, когда наши люди ходят на свидетельство, мы всем дарим вот такой наш визитку. Мы тебе давали. Да, да. Я раздаю. А тут говорится сайт. А на сайте, там, на сайт заходи. И там эти темы. Отдельно дети, семья, евреи, мусульмане. О чем ты сказал? Да. У нас как раз это все есть. Я раздаю. Раздаю их. У меня еще есть немножко. На сайте. На сайте эти темы открыты. У кого есть интернет, я всем даю. Вот Нина здесь слушает, да, и борчит. Ты скажи следующее, что если бы это было мертвое, что я говорю, ее бы это не трогало. Подожди, подожди, я включу погромче. Да. Да. Говори. Ты голову на бейка убери. Ты спрятался. Нет, я включаю, да. Да-да, говори. Вот если бы слово, которое я говорю, было мертвое, то люди бы не реагировали никак. Но раз они реагируют, значит оно живое, оно касается. На всякую ерунду реагируют люди. Повтори там еще, мне плохо слышно. Да. Секс-каном реагируют. Да, говорит, да. Даже, ну, даже, ну, я не хочу это повторять. Ничего себе, не хочу. Ты скажи одно, что когда я говорю, я не имею ни против кого. Я обязан это сказать. За эти слова я отвечаю перед Богом. У меня желание, чтобы люди воскресли и были во Христе. Все человеческое, все исчезнет. У меня пришло в голову одно место, говорит, здесь, говорит, не раздражайте князей филистинских. Кажется так. Это что такое новое еще-то? Да. Где такое ты нашел? Нет, ну, значит, когда Давид был, значит, он притворился как бы безумным. Да. У Анкуса он был. Да. И вот он, здесь ему этот царь говорит, говорит, ну, ты уходи отсюда. Ну, да. Не раздражай князей филистинских. Вот это, когда нашли на фронт и боялись, что эта пятая колонна восстанет. Да. К нам это никак не относится. Это был единственный элемент. Я в другую сторону говорю. Давид прямо говорит, я заговорю, а они к войне, а я мирен. То, что они князья раздражаются, это естественно. Мир говорит, говорит, и по-мирски мирской, говорит, и мир любит свое. А так, как я говорю о небе, о вечность, это враждебно. Хотя бы я говорил только простые слова. Но я обязан сказать, что Христос явится, чай и воскресение мертвых. Это означает, что будет суд Божий. А они о суде не желают слышать. А мы обязаны возвестить. Доброе утро, отец. Ко мне хоть кто приезжает? Для меня ты самый важный сейчас. Спасибо, Господи. Вот это я гляжу, у тебя что, новый глазок поставил? Нет, я с другого компьютера. И я в другой комнате пришел, где свет на меня падает. Вот это ты, заходи на этот компьютер, тебе видно нормально. Да, да. Слушай. Все понятно, да. Значит, у меня, отец, несколько вопросов. Вообще, они меня уже давно беспокоили. Ну, вот я вспомнил о них. Значит, трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит в суду победы. Ну, так это что-то понятно, да. Ну, вот, чтобы разъяснить на местах Писания и на жизненных примерах, было бы, вот, Христа, вот это было бы очень хорошо. Это для меня, для проповеди тоже будет. А ты, Блаженного Филакта, считал толкование на это место или Златоуста? Нет, я не читал на это место. Да-ка ты и прочитай. Если бы его не было, я бы тебе смело отвечал. Но так как до меня уже сказали, ну, я и не нужен там. Да, ага. Да, да. Надломленная означает потерявшая прочность. Прочность потерявшая. Это по разуму понятно так. И Господь дальше не надламывает. Он это делает и говорит, как и льна курящаяся не угасит. Немного человек даже гневает, он позволяет, разгорается, пускай огонь. Человек, который с гневом обращается, он дает человеку созреть, чтобы ты увидел, какие плоды от этого гнева, и ты даже сам поймешь. А так, если вовремя Господь бы махнул рукой, нету, то на жену огневался, то на ребенка, то на правителя. Да. Он всему дает свободу. Одним словом сказать, свобода во Христе, свобода от Бога дана. Да. Почему? Вот вопрос спрашивают так. Я продолжу немного. Говорят, ну вот Бог знает, что вот так будет, Адам падет, и дальше Сатана искушает. Зачем Бог допускает? Ян Златоуст говорит, что вы Бога прославили. Сатана подходит к Богу, давайте мысленно так вообразим. И говорит, вот если бы ты дал мне свободу, свободу мне, я бы людей всех привел к счастью, то есть загнал в коммунизм. Ну, 90% там умертвил, как Ленин говорил-то. И Господь дает ему, приходит революция 17-го года. А Сатана убеждает, он сейчас день и ночь, говорит, клевещет на братью. Откровение написано, 12-я глава. Да. И Господь ему позволяет. И ангелы это видят, и ждут, какой результат. Наконец, крушение союза, ничего нету. Сатана хватает грязь, дом-то разваливается, он, говорит, замазывает грязью, говорит, щель, расщелина у Проха Иеремия. Я тебе все по Писанию говорю. И у него ничего нет, все развалилось. И ангелы стоят и хлопают, рукоплещут. Наш Бог и Его прав, ничего не получится. Без меня не можете делать ничего. Евангелие Родиана, 15-5. Вот почему Бог дает совершать с этим Майданом, потому что они думали, мы будем сжечь, будем бить этот Беркут, мы изберем другую порошинку вместо камня. Тот Янукович разбрабил, а этот шоколадный король он не будет грабить. Вы увидите, вы увидите, Господь дает, и когда все разваливается, они снова сейчас опять по крышке жгут, а ангелы рукоплещут. Господи, как хорошо, что дал свободу. Сатана снова проиграл. Да только делов, потому что гибнут. Господь спасает кающихся. Вот в чем дело. Во всем проявление милости Божьей. Так говорит Иоанн Златоуст. Да, ну да. Ну да, это, кажется, твоя была тема, что сатана может принести большую пользу. Значит, отсюда укрепляется вера, отсюда очищается все лишнее. Так и в жизни бывает, когда ребенок не слушается мати, бежит, а там опасное место, но выскочила собака. Он испугался, со всех ног бросился к матери, ухватился за нее. Мать не могла его к себе привлечь, а собака вот так и сатана. И люди шарахнулись от коммунизма, когда сидели в ГУЛАГе, их расстреливали. И там, говорит, я впервые широко перекрестился и сказал, долго ты терпишь, Господи, но крепко бьешь. Он меня посадил, я, говорит, был комсомолец, он вызывает меня, там, Урюпин. Кто ты? А я, говорит, ответил честь, комсомолец, второго расчета, пулеметчик. Он, говорит, да сволочь ты какая ты, ты сын кулака, спрятался здесь. Ну, я понял, пропал. Он меня, говорит, сволочным билетом с армии выгнал. Я, говорит, на пятый год, когда репрессии-то пришли, один попал оттуда майор, говорю, как полковник, который мне выгнуто. Расстреляли. Расстреляли его, как врага народа. Я, говорит, тогда широко в первый раз перекрестился и говорю, Господи, долго ты терпишь, но крепко бьешь. Вот как. Ну, вот здесь, вот это мне разъяснение понравилось, что троси надломленные не переломишь. Что если надломленные, уже, как говорится, не сломаешь, а наоборот вылечишь. Вот здесь такая грань, что не навреди, как это у врачей, такой закон. Не навреди. Вот, чтобы, ну, как говорится, сказать человеку по сердцу, чтобы он понял божественные истины. Поэтому здесь нужно, конечно, опытный служитель, опытный врач, чтобы не навредить. По-моему, малейку я скажу сейчас. Сказать по сердцу человеку, это нам не заповедано. Сначала мудрость и страх Господний. Если я говорю в Аббаде, о мущении, это не по сердцу человека. Мы должны сказать, как он послал, и скажи. Он говорит, я молод, не малодушистуй, чтобы я не поразил тебя. Ты обязан сказать, быть верным в его слове. А по сердцу человека, это когда человеку надо, он не осознает, но именно это и надо. Вот только в каком смысле, а не то, что ему это понравится. Им это не нравится, что Сын Божий пришел, и он говорит, не покайтесь, все так же погибнете. Кому это понравится-то? Ну, 1 в 7 притча говорит, начало мудрости, страх Господень. Сирахов говорит, и венец мудрости, страх Господень. А страх Божий люди не любят. Мы обязаны это сказать. Мы обязаны. А по сердцу человека, это сейчас-то по творче бабушки, как внукам. Спи дольше, ешь больше. Вот это все по сердцу. И он такой вот, боров, вырастает и никого не слушается. Нет, это какая-то молитва есть. Здесь вот мы слушаем. Это вот я читал. Молитва есть, да. Слово по сердцу? Ты можешь поисковике зарядить на Слово Божие. И ты увидишь, сердце чисто сотворило мне Божие. И тогда мне это по сердцу будет. А обычно, когда людям говорит Господь, это не по сердцу. Они метутся. Они бунтуют. Христос все говорил им как. А у них был гнев, который разрывались, написано от ярости. Искали убить. Повлеклись с вершины горы, на которой стоял город. Он говорил-то для сердца человеческого. Но сердце не готовое. Оно сделалось, как камень. Ты, говорит, и гни к фараону. А я ожесточу его сердце. Так ожесточение от Бога. Да, от Бога. А лукавый дух? Лукавый дух от Бога. Находил на Саула, говорит, лукавый дух от Господа. Злой дух от Бога. Как? По его попущению. И Господь иногда советуется. И сатана дает план какой-то. И Господь говорит, иди и сделай это. Один говорил одно, а другой. Один говорит, а я войду в устаях, сделайся лживым духом. И они будут ложное пророчество. И Господь говорит, иди и сделай. У людей понятия даже нет, что такое беснование. Что такое Господь, как так может? Написано, предстали сыны Божии. Книга Иова, первая глава. Между ними предстала сатана. И Господь спрашивает, где ты был? Разговаривай с ним. Обошел всю землю. Все видел, все. Молчит. Обидел что-нибудь там, раба моего Иова. Видел, да конечно, окружил его стадами. А это он, потому что все у него хорошее. Детей десятеро. А Господу это, видимо, не понравилось. Он говорит, не так это. А ручку дай и бумагу. Лена. Я с экраном это сделаю. Да. Вот так. Да. А куда мне делось-то? Моя-то куда? Вот это вот? Тут ткнуть? Куда мое делось-то? Я неправильно ткнул? Да. Я туда делся. Вот это вот? Я потерял. А, вот. Вот теперь все нормально. Ты сегодня хороший. Не в тумане. Глаза твои видать, зрачки видать. Ну, слава тебе Господу, да. Маленько еще назад отклонись, а чуть-чуть назад. Во, чтобы борода вошла в экран. Все бы увидели, какой ты патриарх. Давай, рассказывай, что у тебя, зачем пришел. Что внутри? Ну, вот я вопросы хочу еще несколько задать. Значит, второй вопрос. Тогда Господь сказал, с кем сравнивают людей рода сего и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам, насверели и вы не плакали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плясали. А, нет, вы не плясали, а потом вы не плакали. Вот все. Это была игра такая у детей. И он показал, что людям, что Господь не дает, все не так. Стонали от ГУЛАГа. Пришла перестройка. Была свобода дана. И все время хулят Бога. При царе были, хулили царя. И поносили его. То есть не угодишь никак. И печально, и когда и радости, все время люди хулят. Не плакали. То есть они не понимают, что нужно было там соответственное чувство иметь, плакать и просить Бога. А когда Бог все дал, нужно быть веселыми. Пришла перестройка, свобода. Будем работать, дали земли. Не тут-то было. Ударились в блуд. Воровство, расхищение страны. И Господь показывает. Пришел Иоанн Креститель. Но это скорбный путь. Не пьет, не ест. Но только подражайте ему. Вам будет мало расхода на пищу. Вы смирите плоть свою. Нет. В нем бес. А то есть бес. Понимаете, как определяет. Пришел Сын Человеческий. Все у него радостное. Вокруг люди ест и пьет вино. О, это не от Бога. Ест с блудницами. То есть никак. Плохо, когда люди не знают Слово Божие. Сатана замкнул. Ну вот я и появился. Приехал. И стал беседовать. И привожу на память места Писания. А они не знают. Это ему Сатана дает знания такие. Им надо меня засквернить. Вот. Ну вот. Баптиз и Баптиз. Еще он там все Библию. А я дальше стал приводить на память каноны. 719 правил. Смотри, он каноны знает. Это от Сатаны. Я цитирую Василия Великого, Григория Низского, Ефрема Серина. То же самое слово. Это от Сатаны. Вот. Этим людям никак не угодишь. А ты должен за все Бога благодарить. Подобны детям неразумными. Да, неразумные дети. То есть они никак не могут реагировать на ту обстановку, которую Бог допускает. В которой ты можешь себя найти. Очень трудно это делать. Вот когда мы нынче были в Швеции. И шли мы в Норвегию. И в это время сломалась машина. И мы одни покинуты в лесу находимся. Ну асфальт, машины идут. И ни одна не останавливается. И нам не сдвинуться с места. Мотор внутри сломалась-то. У меня кажется, более безвыходного положения не было. Я всегда знал, что делать. Знал. Подставлять голову, спину. Бить будут. Ну и все понятно. Здесь никто тебя не трогает. Но я сказал, ничего не надо. Я заломил собаку и пошел в лес. Пошел и там молюсь. Ребята здесь. И Бог сделал так, что к нам приехала полиция. Мы сами пошли. Начали одного человека, который позвонил по-шведски. Ну а потом уже полиция приехала. Узнала, что у нас есть деньги. Проверила. Заплатить надо вот 350 евро. Приехал эвакуатор. А дальше нас поволокли. Там тоже носились русские люди. Подсказали, куда. Дальше Карлсхайм. Советы были разные. Но мы молились. Я забрал опять собаку и ушел вокруг здания, там площадка. И там молился и молился. И в это время появляется человек ниоткуда, как будто с неба пал. И он помогает связаться с русскими. Мать с дочерью является. Тоже какой-то миссии были. Православные. И советы разные были. А за нас уже заплатили. Это было Восло. Там, когда мы придем, и там, это где мы были, Восло, так. Теперь мы должны были переплыть Турку. И оттуда в Хельсинки уже заплатили за нас. Но Бог изменил маршрут. Нас затащили снова на эвакуаторе. И теперь через Балтийское море посоветовали идти на Клайпеду, Литва. Оттуда только нас потащили в обратное направление на Калининград. Российская территория. И это Бог. И у нас радостное было там. И встреча с людьми. И мы там дарили всем книги. И все было именно так. Мы плакали, когда нам пели печальные песни. И радостное, когда радость была. Я это испытываю постоянно везде. И надо в этом месте правильно себя повести. Определить. Чрезмерно печаль убивает человека, сушит кости. Не надо дать. Конечно, тяжело. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Евангелистян пишет. Отсюда делаем выгоду. Нет больше печали, как слышать, что дети твои погибают. Совращаются. Посыпал пеплом голову свою. Когда ты обращается. Вот ладно, ты обратился и стал священником. А если бы ты обратился, стал священником. А сейчас бы пошел куда-то от православия далеко. Ты бы знаешь, какая для меня это была печаль. Я когда обратился к Богу. В 41-м псалме Господь говорит. Давид говорит перед Господом. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. Вот этот стих меня буквально прожег. У меня есть друзья хорошие там, плохие. Не важно. Но если я совращусь, а они уже ссылались. А вот у нас есть человек вот такой-то. А теперь враги-то как возрадуются. Вот он ваш, на кого вы ссылались. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. Надо уметь плакать и уметь улыбаться вовремя. Плащите с плащущими и радуйтесь с радующимися. Вот это в этих словах. Дальше. Вот сейчас уже о воскресении. Значит, это 1 Коринфянам, 15 глава. Там раскрывается учение о воскресении. Да. И 15-29. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, для чего и креститься для мертвых? В общем, это... Что это означает, да? Да. Для человека... У них был такой обычай. Об этом говорили еще до Златоуста, но он все это взял и объяснил. Вот. Люди при жизни не думают о будущем. А когда умрет, вот тогда начинают суетиться, деньги не жалеют, надо гроб такой сделать, как у цыган. Ему тот телевизор вокруг делает из камня. А при жизни жил с сатаной, колдовал. И вот эти люди... Раньше было такое... Креститься в последнее время. Было такое мнение, что грехи, соделанные... Повернись туда и его подгони. Полетел они туда, этот голубь у меня. Потихонечку подойди. И на нее направляйся. Сгони ее на место. Она полетит. На свое место загони ее. У меня тут голуби маленько ослабели. Вот. Что люди эти не успели. Считалось, что грех, который сделает после крещения, он не омывается или омывается очень трудно. Нужно слез наплакать, сколько было в купеле в озере. И они откладывали, откладывали, как царь Константин до последнего дня. А откуда ты знаешь, когда умрешь? Ну, видимо, вот такое вот учение было. Как уверовал Филипп, он не ждал смерти, он сошли с Филиппом, это сказать, Евнух уверовал, с Филиппом сошли в воду. Три тысячи человек уверовали, приняли крещение. И вот здесь умирает внезапно. И они придумали так, как мы же говорим, я обещаюсь восприемник за ребенка. Как ты можешь обещаться, ты не знаешь, кем он будет. Вот это-то уже даже глупее, ничего нельзя придумать. А он вырос, он говорит, а я тебя не просил, не стой, Шарикова, и согласия на это не давал. А я ему духовно отец, да ты никто, это просто проформа. Как можно обещаться за того, который не понимает ничего? Написано, дающий поручительство за чужого человека глуп, из-под тебя постель вытащит. И вот этот человек умер. И они тогда говорят, ну я с ним близкий, очень. Ну и батюшка приходит там, может крапили или как, а он под гробом, веруешь ли в Иисуса Христа, он верую, чаешь воскресенье мертвых, а под гробом там сидит, а гроб-то на табуретках, верую, чаю. Иоанн Златоус говорит, вот и Павел говорит, что это тогда при Павле уже было это, что если нет воскресения мертвых, то все это ни к чему. Так зачем тогда вы так креститесь-то? Вы понимаете, что я говорю, а то ли верите, то ли не верите, но то, что вы вот эту комедию устроили, вы делаете для будущего, да? Значит, вы верите в это, что воскреснет человек? Вы ради, когда он воскреснет, чтобы не погиб? Да. Так для чего это делать, если его нету? То есть он на их глупости, апостол Павел доказывает, что есть воскресение из мертвых. Это трудно поверить. Одно дело, Господь сказал, зерно падшее в землю не умрет, останется одно. Это о зерне, но чтобы о человеке. Мы в жизни нигде никакого слова не говорим. Доказательств нету, что воскреснут люди. Но нету. О жизни, что она кончится, много. Как пар, являющийся на короткое время, затем исчезающий. Так человеческая жизнь. Листья спадает, это новое поколение уходит, Серахов говорит, а воскресения нигде такого нет. Говорит, ну зерно, но это не живое. Скотина, быки не воскресают. И тогда он говорит, а вы сами-то вот это делаете ради будущего. Значит, оно есть. А вы говорите, некоторые люди нашлись, которые сомневались. Однажды Господь уцепил семь отроков эфесских. Знаешь эту историю. И что интересно, а потом через 300 лет их воскресил Господь. Говорит, не было. И архиереи перестали верить в воскресение из мертвых. Причина какая? В житиях написано, архиереи не верили. А вот как архиереи скажут? Он не верил в воскресение мертвых. Безбожник голубой. Ну а как тогда? Верить по Писанию. По Писанию. Священное Писание это основа основ. Оно мне сказало, проверить нельзя. Я поверил. Умножь в нас веру. Вот вы говорили, умножь в нас веру. А Господь говорит, вот такое будете иметь, с горчичное зерно, и то, и то сделаете. Верить в воскресение из мертвых может человек только по дару Божию. Ему не надо еще доказывать. Я вот с детства имел этот дар. Я знал, что я воскресну и пойду в ад. Меня никто не мог обмануть. Я хороший, я не такой, как другие, я этого не делал, я не курю, я ни одного слова матершинного не сказал, я с женщинами не связан. Но я знал, я буду в аду. Я сейчас спрашиваю, почему мне это было дано до 23 лет? Я выискил каждое слово о Боге послушать, творить милости не любил. Там копейки сэкономлю, побегу, бабушкам помогу. Но я знал, я буду в аду. А сейчас еще не знаю, ты, ну, как-нибудь, что Бог даст, или это, это избрание. И Бог мне положил на сердце, я буду в аду. До тех пор, пока я не встретился с Евангелем, с Библией Святой, где из Евангелия я узнал мой грех, взял на себя Христос. Он искупил меня. И вот теперь я вздохнул свободно. Я спасен, спасен я блужданий пытливого и гордого ума. Вот как, для чего они это делали, крестились. А эти отроки-то уснули, а потом, как дальше история, говорит, пришли, и все. Интересно, в Коране, из жития святых только этот один эпизод описывается в Коране у мусульман. А вот притча о богаче Лазаре. Здесь ясно говорит, что он здесь уже какая участь мертвых между нами и вами огромная пропасть. И оттуда туда не переходят, и отсюда туда не переходят. Вот здесь же ясно сказано. Нет, понимаешь, это притча. Это не реальность. Это только лишь притча. Притча это означает, как в немецком языке грехность стоит, это подобие, подобие тому. Но и все-таки, ну а все-таки там не о телах говорится, а о душах. Лазарь был на кладбище, там в углу похороненную богачу, большой склеп сделали, не о телах. А тут речь шла о воскресении мертвых. Воскресение. А там не о воскресении, а о воздаянии. Тут не совсем удачный пример сказал. Ясно. Ну, подождите, ну, воскресение, да, и в теле воскреснут уже, в совершенном теле. Все воскреснут до единого одновременно. Да, вот же это поле костей мертвых. Мы уже ясно показаны, всегда вот читаем в субботу. Но он, видишь, не все верили в это. И были, которые люди потеряли веру, даже архиереи не верили. А он тогда показывает, ну, а вы для чего креститесь мертвых, для мертвых-то? Значит, верите, ну, вот теперь вам легче друг от друга научаться. А если еще нет, как безбожники, зарыл его, как собаку, лопух вырастет. Но с этим не согласны, как так я был, меня нет. Как Пушкин говорил, я согласен стоять над выступом бездомной пропасти, одной ногой стоять на выступе кромешной тьме, но только бы не перестать существовать и осознавать свое «я». Я более расширенно обоясняю, что он говорит. На одной ноге над пропастью, представь себе, стоять, но только знать, что я не уничтожился. Вот как. А он Бог нам дал не стоять, а быть с ним вместе. Там древо жизни, там ангелы, там райская жизнь, и того глаз не видел, уха не слышал. И это все он дает нам по благодати, то есть даром, даром дарует. Ну, еще один вопрос. Значит, это 1 Петра, 3 глава, 19-20, что Христос, находящимся в темнице, духом, сойдя, проповедовал некогда непокодным, ожидающему их Божию долготерпению, во дни ноя, во время строения ковчега, которым немногие, то есть 8 душ спаслись. Значит, здесь всегда спорят, значит, если только те, которые до ноя, значит, было проповедано и приняли, спаслись, или всех, которые... всем. У людей была такая мысль, родилась, что все люди не слышали о наказании Божьем так, как то поколение, которое погибло в потопе. А кто слышал и не принялся, его много дано, много спросится. И тогда люди задавали вопрос Петру, ну ладно, мы поняли, что он всем проповедует, Бог, любовь, но а те, которые слышали, не приняли, им-то там было Христом проповедано? И он нам отвечает, да, и тем было проповедано. Вот этот смысл. То есть они их выделяли. А почему выделяли? Ну, потому что не было надежды для них. Как Господь говорит, идите, скажите и Петру. А почему отдельно Петру? Потому что у него уже не было надежды. Ну, всем это сказал, да, это всем. А я отрекся от Христа, конечно, это ко мне не относится. Он говорит, скажите ему, Петр, это к тебе тоже относится, приходите. Идем в Галилею. Вот так. И когда где-то что-то выделяет, это говорит, в этом не было уверенности. И тогда она высвечивается, как бы более гиперболически, выпукло дается. И им. Это говорит Ава Агафон об этом. Иногда непокорным. Никогда непокорным. Значит, видите, они, эти души, значит, непокорные. При жизни непокорные были. Непокорные. Но, как Христос, как мы читаем, говорится, во гробе Плотский, в аде же с душою, якобы, вы же с разбойником, на престоле были си, все исполняя не описаны. Значит, в аде же с душою, значит, душою, Господь сошел в ад, и там, значит, вот, благовестовал. Ну, сказать так, у меня был человек, который против меня все время воевал. Воевал, всякие пакости сделал. Написал суд. Мне так тяжело уже там сижу. Он еще пакости продолжает делать. Ну, вот случилась такая обстановка, что я явился в том месте, а он уже стал другой. Но ко мне он не подходит. Ему страшно подходить. Я столько зла сделал. И вот теперь, когда встречаются все люди, я говорю, вон там люди стоят, а там восемь человек стояло. А семеро подходят, а он остался. Я говорю, а почему? Так это вот этот человек, он сказал, он сказал всем, но не мне. Эти-то люди его не знают, он так, а я, я же делал столько зла. Это высказать нельзя. И вот этот, который, человек так думал, ему нужна весть дополнительная. Я говорю, сбегайте ему, скажите, я ничего на его не имею. Мы же во Христе. Он идет, смотрит и не верит. Когда сказал, ничего не имею, он в толпу растолкал, бросился ко мне на шею и зарыдал. Я никогда не думал, что вы меня простите. А я говорю, я все дни молился за тебя, день и ночь. Я помнил тебя. Это событие было с Иоанном Богословом, когда он одного ученика оставил с епископом, поручил, приходит через долгое время и говорит, ну и как этот ученик? Да как? Плохо дело. Как плохо? Где он? Да я не знаю. Говорят, вот в этой пустыне он сделался атаманом в шайке. Да что ж ты сделал? Я тебе отдал такого ученика доброго. А где это есть? Он говорит, давай в Кармелицкой пустыне. И он туда пошел, стал расспрашивать, ему указали. И он увидел этого ученика, это шитья Иоанна Богослова. Он бросился за... А вот увидел, он испугался до смерти. А что испугался-то? У тебя нож, ты его зарезать старика можешь... Он не может объяснить. Он кричит, сын мой, остановись, остановись! Я отец твой! Вот понимаешь, как иногда бывает нужно дополнительное слово сын мой. Я не достойен рабом быть. Сын мой, все мое твое. И это тоже относится к тому. Я не достоин называться сыном, а мы не достоины называться и рабами. То есть все это говорит о том, чтобы осознать, что требуется иногда, когда человек покаялся, раскаялся, пришел дополнительное, которое поднимает ему голову маленько над толпой. Подними ему голову-то. Смотри прямо. Не бойся. Бог тебя любит. Христос ждет тебя. Иди. Принеси достойное покаяние. Так и люди, которые во время Нового Ковчега были, они могли там просто стоять, как бы Христос... Я образно говорю. Так это он пришел для всех, не для нас. Мы столько слышали, когда Бог так долго терпел нас. Сто лет мы слышали эту проповедь. Люди разносили молву, а мы продолжали грешить. И земля растлилась. Златоуст говорит. Это говорится о людях, которые стали как грязь. Не земля. Земля не может растлиться. Землей названы люди. Господь говорит, идите и скажите Петру. Скажите тем людям, которые во время строения Ковчега перед потопом были непокоривые, Божье долготерпение презирали. Это для них я пришел в преисподнюю. И для них благая весть. Их я тоже выведу. Вот такой смысл. Да. Да. Конечно. Любовь Божия и мудрость здесь одновременно. Да. Да. Ну, еще вот у меня такая целая тема. Значит, как в молитве Ученаш не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Значит, а Яков и в другом местах вот Писание говорится с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Да. Значит, здесь избавят лукавого, а здесь вы радуетесь, когда у вас вот вы принимаете, подаете различные искушения. Здесь вот, надеюсь, противоречие есть. Я понял. Только ты не то место взял. Не от лукавого выше. Не веди нас в искушение и сравнивать с тем искушением. Ай, лукаво, ты просто опустил на одну строчку вопрос. А потом я к этому задам вопрос. Тут, говорит, не веди в искушение, а в другом месте Бог не искушается злом и никого не вводит в зло. Так вот, искушение бывает двух родов. От Бога и все остальные, когда человек впадает в искушение по своей немощи или от сатаны. От Бога искушение только в двух вариантах. Это болезнь и гонение. Запиши. От Бога, да. От Бога. Все, больше от Бога ничего нет. А то, что ты потянулся к красивой женщине, потянулся к дорогой вещи, от человека, говорит, искушается собственной похотью. Похоть очей и гордость и житейская. Похоть плоти. Вот так. И поэтому не веди нас в искушение, когда мы просим. Это речь идет о том, злом Бог не искушается, а увлекается человек похотением своим. То есть, все остальное от сатаны или от нашего живота от глаз сластолюбивых. Но гонение, когда за Бога тебя гонят, вот у меня было, когда я сидел, это от Бога. Когда я болел, лежал на операционном столе, это было от Бога. Через это Бог меня врачевал. Врачевал болезнью. Как Иоанн Затаус говорит, Савл плохо видел. И Бог его хорошо ослепил, чтобы он видел. Ослепил, хорошо ослепил. И Павел это применил к другому, когда Волх Елима был, он говорит, не будешь видеть. И тот ослеп. Он думал, я от слепоты обратился, и он обратится. Не тут-то было. Он стал искать поводыря от людей, не от Бога. Как написано, Аса был болен ногами, взыскал врачей, но не Господа. Хотя врачи разрешены. Затаус искал лучших врачей, Лука был врач. А дядь говорит, Аса взыскал врачей, а не Господа. Вот отсюда вывод я делаю, лишний раз не искать. Но ты это считаешь, знаешь, да? Да. Я тебе сейчас скажу. Слушай, где там написано. Вторая книга Паралипоминон, 16-12. Аса сделался болен ногами. На 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Хотя врачи не запрещены. Иоанн Затаус, когда был в ссылке, он говорит, я искал лучших. Я искал лучших врачей, лучшие лекарства. Олимпиада там помогала ему. Вот как. Просто? Ну, просто, когда в Господе. Надо просто в это верить и доверяться Господу. Лишний раз к врачам не лезть. И когда мне говорят, ну, вот вы бы сейчас, ну, могли бы к врачу пойти. Я к врачу в 76-й год. Я уже свое отжил. Пускай молодых учатся лечить. Не надо туда лезть. Я ни одной таблетки не съел. Я когда говорю, люди даже обижаются. А что вы хвалитесь? Я хвалюсь моим Господом. Там написано, хвалящийся, хвались Господом. Господом. А почему? Правильное питание, никогда не злись. Болезни в основном, может быть, на 90 с лишним процентов, сегодня говорят, от нервов. Но я отвечаю, это неправильно устроение души, духовного настроя. Сердятся, обижаются. Слово обида к христианам не прилипает ни с какой стороны. Она вообще не относится. Сказали не так. Что-то маленько не так. Да только делов-то. Есть такая поговорка у русских, наплевать да забыть. Как бы и не говорил. Ему говорят, плюй в глаза. Он говорит, Божья роса. Поговорка-то говорит, как? Надо научиться немножко философски на это смотреть. Я смертный. Вот как говорят, один язычник, ну, это рассказ такой, я считал, из древности. У него два сына было, и оба были на фронте. И в это время он, как философ, получает венец на голову. Мы только начали надевать венок-то, этот, лавровый-то. А в это время посыльный там бегом бежит, и прямо к нему сына твоего убили на фронте. Он венец сразу снял с головы. А какого? Да я знаю, вы старшего любили. Это ваш наследник. Старшего убили-то. Да. Ну что ж, я знал, что он смертный. И опять надел венец. Языческая мудрость какая? Я знал, что он смертный. И весь сказ. Какого? Один только вопрос прояснил. Он не стал рвать на себе волосы, корябать лицо, как и Англотаус высмеивает таких верующих. А язычники выводят нашу верну по смерти. Ты же не веришь в воскресенье из мертвых. Какая разница, где он твой сын? Главное, что он не отрекся от Бога. А сейчас взяли ребенка, на глазах матери, если ты не скажешь там отрекись там что-то серьезное. Дочь твоя там четырехлетняя там с ней будут безобразие творить и убьют. А вспомни, седьмая глава второй книги Маковейской. Семь сыновей. И она всех уговаривает. Сын мой, будь верен Господу. Иди за него. Их жарят, варят, выдавливают глаза, режут кожу. А мать уговаривает. Все это вы получите от Господа. Я не знаю, как в десятимесячное время я родила вас, как было. Мы будем вместе с Господом. Надо уговаривать принять мучения. А не так, любыми путями, любые компромиссы, лишь бы детей моих не тронули. А они не нужны. Ребенок тебе дан только для одного, чтобы ты привел его на небо. Если этого нету, лучше умереть бездетным. Это премудрость Соломона говорит. Умереть бездетным, нежели иметь детей не счастливых. Ну, слышал такое, нет? Нет, это сейчас для того, для того, чтобы... Я тебе сейчас скажу. Вот так. Я тебе сказал, тебе лучше, когда место указано, да? Слушай, Сирахов, 17-4. Сирахов. 17-я глава, двоеточие, 4. 16-я. А? Значит, 16-я, на главу меньше. На главу меньше, значит, 16-я. Это я беру в интернете. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей не счастливых. Дальше. Премудрость Соломона, 4-1. А, это лучше умереть бездетным, да? Это Сирахов, 16-4, Володя подсказывает. Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей не счастливых. Они, дети, даны для того, что ты мог сказать, вот я и дети мои, которые дал мне Господь. Премудрость Соломона, 4-1. Лучше бездетность добродетелю, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Вот так. Да, да, да. Велика твоя Господи премудрость. Как раз мы семьей постоянно занимаемся, они приходят. У меня нету детей, а она никакого отношения не имеет в церкви. Там один руководитель пришел, он там нам помогает строить. Вот просто пришел к его разной на церковь. и вот помолись, говорит, обо мне, чтобы у меня дитя было. Ну, вот, я ему приведу сейчас эти места, побеседую с ним, чтобы он обратился к Богу. Да, ну вот. Евреям 2.13, запиши евреям. Ну, это, понимаешь, это он не сам Павел говорит, он берет, стрелочку проведи, и по стрелке найди, Исайя 8.18. Вот я и дети, которых дал мне Господь, дал мне Господь. Он там было как указание при знаменовании в Израиле, от Господа Савовоша, живущего на горе Сионе. Апостол Павел все это упускает и говорит, 2.13 евреям, и еще я буду уповать на него, и еще вот я, с большой буквы я, и дети, которых дал мне Бог, мне с большой буквы, ты должен понимать, это дар Божий, это благословение Божие о рождении детей, и это будет таковым и в вечности. А если только здесь на земле, чтобы они устроились, хороший был достаток, квартира, машина, Бога не будут знать, они проклянут день, когда были зачаты, и говорят, будь проклят день, когда зачался человек. А зачем день проклинать-то? Проклинают день, потому что... Да-да, это мы постоянно, вот приходят, говорит, мой сын заболел, говорит, он там пил, или вот так во грехах был. Запиши, где я сказал. Иеремия, 20 глава, 14 стих. Иеремия, проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, это 15 стих. Иеремия, 20 глава, 14, 15 стих. Проклят человек даже, человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовало его. И да будет с тем человеком, что с городом, который разрушил Господь и не пожалел, да слышит он утром вопли в полдень рыдания за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом и чревой и оставалась вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезали в бесславии. Это говорит Иов, когда человеку трудно, вот, он говорит, 3 глава, 3, 16 стих. Иов, вот, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек, день тот, да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, и да обложит его тучи, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет число месяцев, о, ночь та, то есть, когда зачался, да будет она бесплодна, да не войдет, безлюдна, да не войдет на нее веселье, да проклянуть ее проклинающий день, способно разбудить Велиофана, и дальше идут, и идут проклятия дню, в который я зачался. Вот это я ничего не знал, когда не знал Евангелие, но я знал, что это именно обо мне говорится. Когда я в Библии это нашел, я так и ахнул. Это я говорил, внутри меня этот голос звучал, и меня никто не мог обмануть. Почему? Это голос был свыше, я избранник был, и поэтому Бог меня учил вот такими путями, как плакиду и вставь, через крест, который между рогами оленя появился. Я пас с отцом овес коров, я во все вдумывался, и падал на землю, и слышал гул под ней, а мне пять лет было. И в это время, мне все время охота была спрятаться и помолиться где-то. Я все назад рассматриваю, и я знал, я погибший. Я погиб навсегда, ад для меня. Я ужасался и плакал. А чему хотел научиться? Я хотел научиться только одному. Учиться канон за едино умершего. Если тя и мама умрут, чтобы помолиться за них. Я так научен был. У меня не было желания, никакого благовеста, евангелие, не знаю, помолиться, вот это я слышал. У нас был канонник большой, там канонов 50. Канон Акафисты. Ну, конечно, это очень яркие места, и я их использую. Я когда-то читал, но вот чтобы так вот в тему было, назначение детей, вот именно проповедь о воскресении и цели жизни нашей, это воскресение, жизнь со Христом, вот и дети, которые мы родили, вот для этой цели я своим детям прочитаю. Ну, отец, благодарю тебя за все, мы еще встретимся. У нас сегодня большой праздник. У нас есть день, вот когда вспоминают 100 тысяч мучеников за Христа, пострадавших от мусульман, потому что они поставили там на дороге, положили иконы. Я считал жития святых, считал. Я не насчитывал это. И сегодня уже все священники с пастваю собираются, каждый в своем районе, и идут пешком там в Метехе, на мосту, где это все совершалось, и патриарх будет служить молебен. Вот тоже здесь вот будем прославлять Господа и этих святых, которые вот сподобили за Христа пострадать. Это на реке Куре было? На Куре было? Да, на Куре. И говорит, трупов было столько, что по ним можно было с берега на берег пройти. И вот, да, вот там, на этом мосту, и будет это богослужение, там как раз оборудовано, есть место, где столько людей спрятать. Молитами святых, этих мучеников грузинских, помилуй нас, Господи. Помилуй нас. Аминь. Отхожу от этого. Так, набери вопросов, когда будет, тогда зайдешь. Да, спасибо, Господи. Спасибо.